Марина Чувичко, тот самый человек, через руки которого проходят все объявления в газету «Уссурийские новости». Она корректор. Редакция газеты, слушаю вас. Среди объявлений всегда попадаются те, которые вызывают улыбку. Так Марина начала их коллекционировать. Объявление в рубрику «Продажа». Продается курятник для содержания курей вместе с курями. «Продам козу, козлят, козла или обменяй на курей». То есть человек решил заниматься фермерским хозяйством, одной отрасли не получилось, решил другим заняться. Половина населения Уссурийска, если есть вопрос, открывает поисковик в интернете. Другая половина звонит в газету «Уссурийские новости» в уверенности, что тут ответят на любой вопрос. Иногда бывают люди, которые звонят и путают, наверное, нашу газету с такими. Вы не подскажете, когда день рождения у Николая Баскова? Ну спросите, что самого Баскова ответит. Что ж нам? Мы думали, они шутят, или на самом деле так хотят узнать. Не только объявления от горожан вызывают улыбку. Бумаги от официальных лиц порой содержат весьма забавную информацию. Когда нам пришла сводка, сейчас даже прочитаем и сохраняем, ну такая она не очень веселого содержания, но тем не менее там обнаружен череп и две берцовые кости неустановленного человека по имени Марина. Да? Неустановленный человек по имени Марина. Конечно, с такой стилистикой информацию в газете не опубликуешь. Работа корректора сделает текст понятным и полезным. Объявления своего рода – летопись городской жизни. По ним можно проследить особенности экономической жизни Уссурийска и в целом края. Года два-три назад шел обвал объявлений на продажу автомашин. Очень много было объявлений. И там даже до ста штук за неделю приходило объявление. Это достаточно огромное количество. Уже год, как такие объявления, практически не появляются. Ну пошли объявления другого плана. Продам земельные участки, дома, дачи. Даже не дома, а дома имеются в виду частного сектора, а такие ветки под строительство. Вот сейчас уже жизнь поменялась. Количество объявлений на страницах газеты не уменьшается, а только растет. Получается, это до сих пор хороший способ что-нибудь продать или купить. Продолжение следует...